Детские и психологические травмы Это делается, они не работают Как минимум, они очень плохо помогают Это канал Аппаратная психотерапия Я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов Так что же такое детская психологическая травма? И каким образом эти травмы связаны с нашими родителями? Связаны с окружающим миром? И вообще, связаны ли они хоть с чем-нибудь, кроме нас? Для начала давайте поймем, как работает наш мозг При всей сложности функционирования нашей нервной системы Принципы ее работы элементарно просты Это принцип рефлекса Периодически в нашей памяти, в нашем мозге, в нашей нервной системе Формируются рефлекторные комплексы, большие Ну что значит формируются? Все, они родились и появился какой-то сгусток Нет, нет, постоянно формируются связи Между существующими нервными клетками Так называемые межнейрональные связи, синапсы Все, больше умных слов я в этом видео использовать не буду И вот формирование вот этих вот постоянных связей И ведет к образованию таких огромных комплексов А те, в свою очередь, по сути, являются тем, что мы называем своим опытом Своими знаниями, своими, конечно, переживаниями Это какой-то мгновенный снимок данного конкретного момента Может быть, этот момент как фотография мгновенная Может быть, он занимает несколько минут или часов Но, тем не менее, это снимок Это скрин с нашей жизни С того, что нас в данный момент окружает И одни воспоминания накладываются со временем на другие Ведь если мы учим, что 2 плюс 2, 4 То именно это поможет нам потом запомнить Что 2х2, 4, 3х3, 9 И вот эти вот знания, они помогают Но как они работают? Как я уже сказал, это формирование нервных клеток Но по нервам не текут образы По нервам не текут математические знания Нет, по нервам течет только электрический ток Значит, чтобы сработал наш какой-то образ Вот этот вот участок опыта По нему должен пройти электрический ток Вот и все Но тока может быть мало А может быть много Но каждый раз, когда формируется вот такой вот рефлекторный комплекс Формируется и источник энергии За счет которого он сформировался И в дальнейшем будет работать То есть если мы испытали какие-то ощущения В тот момент мы испытаем их и сейчас Когда будем об этом вспоминать Почему? Да потому что электричество вырабатывает только рецепторы То есть те органы, которые воспринимают все наши ощущения Но почему бывают у нас травмы А бывают приятные детские воспоминания Да потому что наши рецепторы делятся на два вида Внешние Те, которые берут энергию С внешнего мира И просто преобразуют ее В электрический сигнал, который идет по нервным волокнам И внутренние Они тоже преобразуют В воздействие, которое на них Действует В электрический сигнал Но это воздействие Изменения химического и физического состава Нашего организма А что будет, если резко изменятся вот эти вот параметры? Да мы испытаем боль То есть мы берем энергию Либо от внешней энергии Либо от боли Вот и все разделение Поэтому наши воспоминания могут быть и приятными А могут быть болезненными То, что мы называем травмами А почему мы испытываем разные эмоции при этом? Да потому что эмоции несут функцию Очень простую Это индикатор количества электрического тока Который поступает в наш мозг Все Все Больше никаких функций у эмоций нет И значит, когда срабатывает вот этот вот Участок памяти Срабатывает либо боль Либо приятные Какие-то вот ощущения извне Без боли И мы будем каждый раз испытывать те же самые эмоции Потому что протекает то же самое количество электрического тока Индикатор срабатывает такой же Вот и все Так почему детские эмоции мы называем детственными психологическими травмами? Так по простой причине То, что мы сформировалось То, что сформировалось у нас в детстве Будет постоянно нас преследовать и в дальнейшем Все знания, которые мы накопили Они никуда не уходят Они в нас остались Ведь если вы учились когда-то писать буквы Или складывать цифры Вы и сейчас это умеете делать Хотя прошло, может быть Много-много-много Десятилетий А знания остались Точно так же те знания Тот опыт, который вы сформировали в детстве Он остается с вами навсегда Но я уже сказал, что этот опыт может быть болезненным И именно вот эту болезненность Мы и считаем Психологическими травмами А насколько Эти травмы зависят от окружающего мира? Да не на сколько В принципе вообще не зависит Я уже сказал, что это снимок И если представьте себе Вот вы сфотографировались на фоне Кремля И во время фотографии вы упали И больно удалились копчиком Каждый раз, глядя на фотографию Вы будете испытывать вот эти неприятные ощущения в копчике Но вы и будете на этой же фотографии видеть и Кремль То есть Просто поглядев на Кремль На других фотографиях Вы будете испытывать ощущения в своем копчике Кремль тут ни при чем Все, что было вокруг Люди, которые вас окружали Строение Погода Все, что на этой фотографии запечатлелось Оно просто Является фоном Но по сути фоном Вашей боли Вот и все И поэтому, когда мы говорим Что детские травмы в основном приносят нам родители К сожалению Родители присутствуют на этих фотографиях Как фон постоянно Именно Постоянно Поэтому каждый раз, когда мы видим своих родителей Слышим их Вспоминаем о них Мы вспоминаем и приятные ощущения Которые были связаны с родителями На которых родители были фоном И мы любим своих родителей Но мы вспоминаем и каждый раз И неприятные все болезни Которые мы переносили А родители в это время были с нами рядом Они никуда не отходили Ведь первые пять лет нашей жизни По сути Это жизнь только в присутствии родителей То есть они были на всех этих фотографиях И видя их Мы испытываем боль И мы ненавидим своих родителей Так надо Когда лечат Когда лечат Психологические детские травмы Не вспоминать Какие случаи Вот эти все фотографии перебирать Нет Необходимо убрать просто вашу боль И когда уйдет боль Но если просто уйдет боль Вы забудете об этом Ведь что происходит Когда мы пытаемся Забыть о чем-то неприятном Мы куда-то закладываем Далеко-далеко себе в память И больше об этом не вспоминаем Не вспоминаем А мы же хотим Оставить себе воспоминания Так значит нужно не Спрятать эту боль Не убрать ее Потому что она является Источником энергии Для работы нашей памяти А заменить эту энергию На энергию позитивную Энергию внешнего воздействия Когда не нужно формировать боль Сделать так Что боль нам стала не нужна Для того чтобы помнить А как это можно сделать? По сути многие Психотерапевтические Медитативные методики Они пытаются это сделать Но не понимая сути процесса У них это все На интуитивном уровне Я предлагаю использовать Другой метод Метод аппаратной психотерапии Этот метод создавался Именно для нормализации Для восстановления Проводимости нервных путей Для того чтобы Переключить Именно вот это Энергопотребление с боли На энергопотребление От внешнего мира И все Как только вы убираете боль У вас исчезает Из воспоминаний Неприятные осады У вас исчезают Негативные эмоции И по сути вы избавляетесь От этих вот Психологических травм Как проводится Аппаратная психотерапия? Да в общем очень просто Если мы имеем ввиду Именно детские Психологические травмы То это элементарно Вы заходите на сайт Читайте инструкцию Внимательно читайте Потому что нарушение инструкции Это чревато Ухудшением вашего состояния Это в худшем случае В лучшем Ну аппаратная психотерапия Вам не поможет И просто Можете повторять Там я обижаюсь на своих родителей Или там Может быть просто Вы можете повторять слово Мама Это ваше Как вы это воспринимаете И вы заметите Что несколько раз повторив Ваше настроение Какое-то стало другое Оно ухудшилось И вы испытали Физический дискомфорт Именно вот этот Физический дискомфорт Его я и называю Болью Все Вы просто повторяете Фразу А все остальное Аппаратная психотерапия Делает сама К сожалению Избавиться от Вот этих вот Детских психологических травм Достаточно сложно Неправильно Избавиться от них Очень длительный процесс В отличие от Избавления от каких-то Конкретных страхов Болей Которые можно снять Буквально за 1-2-3 сеанса Избавление от Детских психологических травм Можно занять и 100 сеансов Ну К сожалению Они являются базой Основой для всех Остальных наших воспоминаний Всех остальных наших болезней Когда вы слышите Что детские травмы Являются причиной Нашего поведения сейчас Наших болезней Сейчас и в будущем Это правда Просто не было Объяснения Почему это происходит Сейчас вы уже поняли Я вам рассказал Как это происходит Вы скажете Да чушь какая-то Вот сидишь просто Говоришь мама-мама И проходят Твои болячки Твои проблемы Твои какие-то сложности Соглашусь Это выглядит как сказка Поэтому Первые 5 сеансов Первые 5 суток Использования Аппаратной психотерапии Аудиоказа Сдаются абсолютно бесплатно За это время Вы можете проверить Посмотреть Как это работает Убрать что-то Из своих страхов И только после этого Вы сможете приобрести Если конечно захотите Это ваш выбор Платный тариф Аппаратная психотерапия Может помочь вам Изменить свою жизнь К лучшему Она может помочь Избавиться вам От своих Хронических Каких-то болезней Подписывайтесь на канал Узнавайте Как вы можете Свою жизнь поменять Делитесь этим видео Со своими друзьями Пусть они тоже узнают Что Жить можно Счастливым Здоровым человеком Будьте здоровы Будьте счастливы